Середина зимы. Самое время поддержать пернатых. Корм на деревьях заканчивается, а отыскать зерна или ягоды под толстым слоем снега птицы не могут. Об этом не понаслышке знают юные экологи из 10-й школы. Ребята вместе с родителями сделали кормушки. Собирали по инструкции, разукрашивали дома вместе с ребенком. У нас дедушка делала, а разрисовывали вместе с ребенком. Мы из экологического класса и с начала года участвуем в таких акциях. И со следующего года, думаю, продолжим. На постоянной основе мы участвуем в подобных акциях. Нам очень нравится кормить птиц. 10-я школа в Мытищах заинтересована в экологическом образовании детей. По словам учителя уже с первого класса, они на своем примере показывают детям, как надо заботиться об окружающей среде. Мы собираемся сейчас вступать в движение первых ЮНАТЫ. Поэтому мы, в принципе, проводим периодически различные акции. Ну, вот кормушки мы делали достаточно долго, получается. Детки еще маленькие. Пришлось помогать родителям. Это очень правильно, что дети, молодые, ну и взрослые приносят с собой кормушки и начинают кормить птиц. Потому что сейчас зима, сейчас птицам не очень хорошо с едой. Одно дело – смастерить и повесить кормушки, а другое – их наполнить. Активисты молодежного парламента передали участникам экологической акции сбалансированный корм, чтобы пернатые легче преодолели холодную и снежную зиму. Акция прошла, на самом деле, очень хорошо, намного приятнее, чем я ожидал. Ребята сделали прекрасные кормушки, очень красиво все получилось. Нежаренные семена подсолнечника, тыква, арбуза, кусочки сухих фруктов и ягод, шишки хвойных деревьев, сырой арахис – все это птицы с удовольствием обнаружат в своих столовых в городском парке. Любой желающий может присоединиться к экологической акции. Татьяна Горностаева, Первомытищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова